Годная зарплата, Ахова працы и социальные гаранты. Сегодня в Гомере прошел Пленум областной организации Белорусского профессийного союза работников Аховы Здоровья. С основными накерунками ее деятельности ознайомились наши корреспонденты. Пленум профсоюза работников Аховы Здоровья начинается с выставы малюнков детей-супрацовников медицинских установ, якую примерковали до года малородимые. Работы с молодостью, начиная с самого раннего взрослого, в организации уделяют особливую увагу. Сегодня каждый четвертый член областного Галинового профсоюза в возрасте до 31 года. Все лета в Беларуси провели анкетование выпускников, медицинских ВНУ и молодых специалистов. Его выники стали предметом деталевого обмеркования и подставы для выпрацовки стратегии дальнейшей профсоюзной работы. На первом месте, чтобы они не уезжали, стоит жилье. На втором месте социальная инфраструктура, где они сегодня хотят, чтобы были бы и для молодой семьи, это садики, школы, места где-то отдыха, проведения. Потому что у молодых специалистов очень много и холостых приезжает работать. На третьем месте молодые люди поставили, что для нас тоже очень важно, это профессиональный свой рост. Об мягчимостях областной профсоюзной организации работников АХОВ и здоровья можно мерковать по количеству ее членов – 50 тысяч человек. Это амаль 98% от агульной количества работающих. Причем первички створаются не только в державных установах, но и в приватных структурах. Хоть незалежно от формы властности, задача усюда однольковая – социальная оборона у темлику про удосконаливание коллективных договоров. Сярода значенных подчас работы пленума досягненню отсутность на протягу двух опошних годов в выпадках захворываниях, связанных с профессиональной деятельностью. Але ее есть на чем прасывать. Зараз средняя зарплата работников медицинских установ Гомельской в области складает около 700 рублей. Это амаль на треть ниже отповедного показчика у промысловости. Создать лучшие условия и повысить заработную плату. Для этого мы, кроме того, что имеем то, что называется оклад, стабильная какая-то зарплата, еще различного рода надбавки. Все, что можно за интенсивность, за качество продукции произведенной, за высокотехнологичные операции и действия, мы все это привлекаем для того, чтобы постоянно повышалась заработная плата наших сотрудников. Олег Шинчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадокомпания Гомель.